Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения и мы продолжаем с вами играть в игру Титан Бравл или Наваляй Титаном. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас сегодня будет ждать. Хорошая работа, теперь вы сможете встретиться с другими бойцами в борьбе за лучшие награды. Бой в сети. Сразитесь с другими игроками, чтобы собрать черепа и открыть особый ящик. Ага, понятно. Так, юзернейм. Ну естественно мы называемся своим ником. Не так. Рэй. Так, ну что, готово. Поехали ребятушки, посмотрим, что тут будет. Коснитесь, чтобы забрать. Ну естественно коснусь. Так, у меня ребята два сундучка. Давайте посмотрим, что из них выпадет. Вау, ноу чемпион. Это кто у нас такой? Интересно мне знать. Так, и еще один сундук. Так, отлично. Хорошо. Так, бонусный ящик. Свободный причем. Так, а этот через 8 часов будет готов. Ладно, давайте посмотрим вот этот вот. Теперь у меня какой-то огонь. Интересно, что это такое. Опробуй новых чемпионов и стратегий, изменяя состав отряда. И что вы предлагаете мне сделать состав отряда? Ну это вроде бы не мои персонажи, если честно. Чтобы использовать чемпиона, перетащи его в список команды. Одновременно в отряде может быть 3 чемпиона. Так, ну что-то у меня не получается перетащить. Видимо это просто показывает. Помните, что в отряде может быть только по одному тотему и титану. Вот оно даже как. Угу. А вот у меня новый персонаж. А сколько их тут вообще? Попробуй. Доступно один. Ага, нужно посмотреть видеоролик. Ну, честно говоря, мне пока не охота этого делать. Виолетта. А это что такое? Странный, да? Ух, сколько их тут. Еще кто-то доступен. Какой-то гном. Открываются в компании. Только для кланов. Ага, вот оно как. Тут еще кланы будут у нас. Ясно. Ну ладно, мне нужно как-то своего нового чемпиона поставить к себе в команду. А как мне это сделать? Только для кланов. Новости. Угу. Тут у них лента новостей. В общем, все это понятно. Ага, вот он. Кто такой-то ты? Открыт новый чемпион. Редкий чемпион Тор. Кейли, ну этих у меня уже, ребят, нету. Ага, давайте поставим место, наверное, панка его. Вот так, думаю, будет в самый раз. Ну и, наверное, приступим с вами к бойне. Чего нам время-то, как говорится, тянуть? Хотя, ребята, тут еще есть сундучок. Коснитесь, чтобы открыть. Разблокировать 15 секунд. Ну, тогда мы пойдем пока в бой. Чемпионат у нас. Поиск противника. И интересно, кто у меня будет противник. Покажут или нет? Ага, Рейден. Американец. Ну что же, хорошо. Давайте тогда мы сделаем так. Магичку выставляем на первый ряд. Медвежуть тебя на второй. Посмотрим, как у меня из этого получится все. Надо накопить суперудар. И Медвежуть сейчас его применит. Давай-ка бьем. Так, ну что, довольно неплохо Тор получил повреждение. Моя магичка уже бомбит его базу. Это меня радует. Так, и Медвежуть пробивается. Великолепно. Давайте тоже Тора выставим. Ёлки-палки, он на меня послал магичку свою. Плюс. И еще у него стоят юниты. И Панкуша. Панкуша пробивается к моим, так сказать, владениям. Так, молнии. Слабоват, слабоват, конечно, Тор. Ничего не скажешь. Он упал у меня. Ну ладно. Так, мне нужно... Давайте-ка, наверное, еще разочек выставим мою... О, Тора давайте лучше. Да, Тора. Ну, давай-давай. На кого... Отлично. Панкуша помер. Но он вызвал Титана. Надо мне своего дракона вызывать. Жарим огнем. Вдвоем, я думаю, в принципе, мы должны с ним справиться. Ёлки-палки, у него Тор там бежит. Давай, Медвежуть, не подведи меня. Еще-то как-то больно лихо он это все начал, ребят. Причем довольно неплохо. Мой дракон пробился. Давай, бей базу. Так, Медвежуть справляется с Тором. И тут его встречают юниты вражеские. Ну, а в это время, я смотрю, у меня дракоша дерется, да? Плюс прикрывает его магичка. Давайте-ка так сделаем. Пускай Тор. Как говорится, подсобит. Потому что вся заварушка происходит почему-то именно на нижней полоске. Все, забомбили дракона. И я думаю, что сейчас мы забомбим базу. Все-таки должны. Хотя, он, смотрите, выставляет Тора. Двух Торов. А как он так умудрился? Но это его не спасло, ребята. Не спасло. Завалили ему базу. И это очень хорошо. Победа за нами. Что мы получаем? 9 из 7. Копятся у нас черепки, ребята. Награда у нас сундучок. Это радует. Так, что тут такое? Ну, давай позже. Не хочу я сейчас голосовать. Давайте так сделаем. Коснитесь, чтобы забрать. Так, здесь у нас 3 часа. Почему так долго-то? Но зато этот мы забрали. Давайте его вскроем. Посмотрим, что выпадет. Так, Панкуша, база и дракон. Я так понимаю, что 10 карточек мы если получим, сможем апнуть нашего дракончика. Так, ну здесь еще карты по определенному порядку получаются. Не просто так. Так, мой ранг 3, 15 медалей всего. Ладно, здесь я ничего сделать по-видимому. А, нет, могу, ребята. Так, я повысил свою базу до 2 уровня. Рок. Ничего себе, редкий чемпион. Хотелось бы мне такого. Ну, а здесь у меня не хватает. Требуется день 2 уровня. Вот что значит огонек. Это для апгрейда своих юнитов надо, значит. Блин, зря я, конечно, потратил на базу. Ну, ладно, ребят, давайте тогда мы пойдем с вами в бой. В очередной. Манна, ценная вещь. Дождитесь лучшей цели. Понятно. Это у нас подсказочка такая была. Против кого? Как там звать? Ладно, уже не важно. Будем сейчас разбирать. Ёлки-палки. Это какой-то у нас, ребята. Как бы его назвать? Друид. Посмотрите, потому что у него какая база. И юнитов я таких еще не видел. Даже не знаю, как с ними драться. Но магичка у меня там расправляется. Медвежути, конечно, сейчас они вдвоем тут завалят. Поэтому мне как можно скорее нужно открывать Тора. на нижнюю строку. Хотя мне Тор не совсем нравится, как воин. Давай, 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 быстрее. Ёлки-палки. Но зато медвежуть у меня довольно крепкий был. И стоял долго. Давай, магичка. Поливай их магией. Великолепно. Так, манны у меня нету. Я не могу использовать свой суперудар. Тора вызываем. Так, великолепно. Пока все идет хорошо. Что там у него за юниты такие, а? Какой-то варвар вышел, да? Ну, я надеюсь, Вежути с ним справится. Ну, а уж драконы тем более. Надо только, наверное, дождаться. В принципе, можно огнем его шмальнуть. Но вот, вот, замечательно. Так, а это еще что такое? Кто такой? Ёлки-палки. Титан вышел. Циклоп. Это, ребята, плохо. Надо их, надо их жарить. Вот так-то оно будет лучше. Ууу, да мы и базу. Оказывается, Тор уже бил базу. Я этого как-то не увидел. Увлекся этим титаном. Ну, что же, это хорошо. Победа за нами. И мы получаем 5,3 черепка плюс сундучок. Так, заблокировано. А почему заблокировано? А, ящик уже открывается. Ясно. Значит, я не могу сразу все открывать. Пока у меня не откроется другой. Ну, что же, в бой. А там у нас следующее задание 3 часа. Что-то ждать придется. Держите своих защитных чемпионов впереди. Если бы я еще знал, какие здесь защитные. А какие атакующие. Это было бы мне, конечно, проще. Но так как я только начал играть. Буду потихоньку разбираться. Так, магичка на магичку. И вроде бы как моя все-таки посильнее бьет. Ну, а при поддержке Тора мы должны завалить. Да. В принципе, здесь так все и будет. Сейчас подготавливаются у меня медвежуть. И я его буду, естественно, отправлять. Слушайте, наверное, на нижнюю строчку. Хотя... Давайте наверх его. Что-то там вся заварушка у нас происходит. Супер удар есть. Отлично. Чемпион убит. Ну, это хорошо. Радует просто. Еще одного убили чемпиона. И надо мне дождаться, когда у меня выйдет дракон. Это что там у него такое за... Что там у него за кривляка на базе стоит? Не ходит толком, но дергается. Не знаю, в чем у него там загвоздка. Но вот мы и дракон. Сейчас дракончик у меня там будет всех жарить. Если, конечно, они его не добьют. Отлично. Так, титана. Титана вызывает он. Причем циклопа. Ясно. У нас кто? У нас пока никого нет в откатах. Так что придется пока терпеть. Ух, как хорошо я его прожарил, а? Давай, медвежуть. Вся надежда на тебя. Хотя у него на базе очень мало хп. И если мой дракон сейчас постарается, то, в принципе, победа будет за нами. Плюс мои юниты уже бьют. Базенку. И Тор на подходе. Практически победа уже в кармане. Нет. Честно говоря, раса друидов мне что-то не особо нравится. Или просто он плохо играет. Какие-то небаты. Не буду я за них играть. И что же, ребята? Победа за нами. Это радует. Надо, конечно, прокачать, наверное. Тор там танцует. Прокачать бы Тора. Но он сам по себе какой-то ватный. Я не знаю, стоит ли это делать. Так, и что у нас? Три сундучка, ребята. Два часа, три часа и двенадцать часов. Да, довольно долго они будут открываться. А здесь у нас до открытия три часа, чтобы мне открылась следующая локация. Да, довольно долго придется ждать-то. А чем же мне тогда можно заняться? Ну, давайте попробуем вот это вот. Я не знаю. Так, здесь ничего нету. Ящиков тоже нету у меня. Давайте тогда бой в сети. А это что у нас за тренировка? Как понять тренировка? Тут еще можно потренироваться, что ли? Так. Против кого? Против немцев, что ли, мы воюем? Ладно, давайте посмотрим. Тор, иди сюда. Тор на Тор. Интересно, какой Тор сильнее? Ну, в принципе, если они не покачаны, то должны быть, по идее, одинаковы по силе. Так, моя красава уже бомбит базу. Это радует. Тор отдыхает вражеский. Мы получили один черепок. Так, он вызвал кого себе? Так, тоже магичку вызвал. Ах ты, заморозил мою и даже убил. Черт подери, давай, медвежуть. Надо тебя выводить на верхнюю полоску, по идее. Да, сюда будет самое то. Ну, что ж вы так долго-то? Так, давай суперудар, наверное, бомбанем. Хотя, давайте долбанем. Отлично. И он меня заморозил. Черт, Тор с Тором там делился. Блин, и он еще дракона вызвал. Ё-моё, как ты не вовремя все это делаешь? Блин, и зачем я его на верхнюю полоску отправил? От своего-то дракона. Ё-моё, а? Черт тебя подери. Надо спешить, ребята. У него на базе мало ХП, но на мою базу смотрите, что он двигается. Тор, дракон. Магичка как-то сдерживала, но безрезультатно. Тор, естественно, здесь тоже ничего не сможет сделать. Хотя, при поддержке медвежута, может быть, у нас все и получится сейчас? Давайте глянем. Да, должно выйти у нас все как-то нельзя хорошо. Все, еще плюс юниты пробились. И, надеюсь, сейчас мы завалим базу. Есть, ребята. Есть победа за нами. Да, нежданчик такой небольшой. С драконом-то, конечно, я чуть было не пролетел. Хорошо был медвежут на откате, поэтому все нормально. В этом режиме нельзя получать награды. Ага, в тренировке нельзя получать награды. Будем знать, ребята. Это как бы просто дерешься, как дружеский матч. Блин, у меня нет свободных ячеек. За просто так драться что-то мне не особо хочется. Давайте, ребята, откроем за 16 кристаллов этот сундучок. И посмотрим, что из него выпадет. Так, магичка и дракон. Три карты дракона у меня уже есть. Еще осталось семь. Да. Немало. И кто у нас на этот раз будет? Я надеюсь, я не тренировку нажал. Так, Брайан. Американец опять. Ну что же, понеслась. Давай, Тор, вылетай. Магичка на прикрытии. Если что будет, по нижнему ряду идти. Этот вот панкуша, он получается как больше даггер какой-то. Наносит урон. И причем довольно быстро он бьет. Ну что же, магичка вроде неплохо держится. Атакует базу. И это замечательно просто. Так что, продолжаем. Две секунды осталось. Так, отлично. Он готов. Выходи. Так, мы заработали по черепочку. На тебя. Ху, медвежит неплохо бьет, кстати, юнитов. Надо запомнить, что он очень крепок. И силен против вражеских этих юнитов. О, ребят, да мы что-то разбомбили его. Вообще быстро очень. Как-то странно, да? Никого даже не вызвал он. Ну что же, нам только на руку это. И с очередной нас победой. Брайан, 12. Так, 15 медалей мы еще получили. В общем, все идет очень даже хорошо. Ать, и все, ребята. И теперь я ничего не смогу сделать. У меня все забито сундуками. И даже открыть за кристаллы я не могу. Нет такой функции. Жаль, конечно, жаль. Ну, в принципе, игра довольно играбельная. Так что, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Если вам понравилось, пишите комментарии. Ставьте палец вверх. И мы продолжим с вами эти баталии. Ну, а дальше будет все видно. А на этом все, ребята. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok